Мысль построить дом была давно и возникла она скорее у супруги. Изначально была идея построить дом из дерева, поскольку деревянный дом из оцилиндрованного бревна есть у родителей. И то, как в нем себя чувствуешь, как в нем спиться по ночам, нам очень понравилось. Легко дышится, дышит дом, поэтому решили строить из дерева. Проект я приобрел в строительной ферме, которая занимается постройкой деревянных домов. Мы его чуть-чуть поменяли, скорректировали и нашли компанию, которая строит в том числе рубленные дома из архангельского леса, из архангельской сосны, и решили поручить ей этот проект. Когда мы рассматривали, из какого дерева, из какого деревянного материала строить дом, безусловно, рассматривался клееный брус, рассматривалось оцилиндрованное бревно. Бревно ручной рубки изначально не рассматривалось, как это ни странно. Но клееный брус тогда и сейчас он дороже, чем оцилиндрованное бревно, но дешевле, чем ручная рубка. Поэтому клееный брус мы все-таки отмели, потому что, опять же, чуть дороже. С одной стороны, с другой стороны клееный состав, несмотря на то, что вроде бы он должен быть безопасным, вызывал сомнения на тот момент. В итоге как-то так получилось, что нам предложили отдавать ручную рубку, и это получится ненамного дороже, чем оцилиндровка. Уговорили, и мы выбрали все-таки это рубленное бревно. Изначально по проекту площадь дома предполагалась как 240 квадратных метров. Так, в общем-то, и получилось в итоге. То есть тот факт, что мы проект, предназначенный для строительства дома из оцилиндрованного бревна, приспособили под строительство дома из рубленного бревна, саму по себе площадь не увеличил. Но увеличилась высота дома, поскольку строители не приняли во внимание, что 22 диаметр бревна, не то же самое, что 28. Поэтому в итоге при наличии того же количества венцов высота дома получилась значительно больше. И он сейчас значительно выше, чем если бы он был построен в строгом соответствии с проектом. В итоге у нас получилась высота конька семь с половиной метров. Это первый этаж и мансарда. Ну, с учетом усадки, наверное, опустилась до семи метров. В итоге, наверное, получилось где-то в районе 200 кубов леса ушло на этот дом. Когда встал вопрос о том, какой фундамент делать под дом, ну, во-первых, это был, безусловно, 2009 год, когда технологии фундамента, по большому счету, еще не ушли так далеко вперед, как сейчас. С одной стороны. С другой стороны, мы не очень хорошо себе представляли, какие могут быть фундаменты. И в итоге встал выбор между двумя типами фундаментов. Либо это ленточный, мелкозаглубленный, либо это бетонная сплошная плита. В итоге, исходя из финансовых соображений, мы остановились на ленточном фундаменте, мелкозаглубленном, просто потому что на плиту нам обещали какое-то немереное количество бетона. В итоге, безусловно, мы вышли на ленточный фундамент. Здесь почвы суглинок, поэтому то, что видно здесь сейчас, это 40 сантиметров над землей и под землей еще метр. После строительства дома уже и, естественно, фундамента, фундамент простоял голым, наверное, несколько лет. В конечном итоге мы, конечно, сделали отмостку и облицовку фундамента. Отмостку мы забрали в плитку. Отмостка здесь где-то 20 сантиметров толщиной, она достаточно мощная. В итоге, вроде бы, пока, несмотря на то, что грунт достаточно подвижен, как видно, и облицовка фундамента, и облицовка отмостки, они достаточно крепкие. Ну, надеюсь, что еще и простоят. Стены снаружи отшлифованы, проконопачены по второму разу и покрашены краской. Краска неукрывная, она оставила текстуру дерева. Цвет был выбран такой намеренно, потому что, опять же, был выбор либо красить в темный цвет, либо все-таки более придать древесине естественный цвет. У каждого из этих путей есть свои плюсы и минусы. Они, наверное, участникам форума известны. Да, темная древесина, она менее загорает на солнце, и на ней меньше отражаются какие-то недостатки старения древесины со временем. Тем не менее, все-таки после советов домашних, мы решили, что более естественный цвет древесины, он нам ближе, и в итоге покрыли его вот в такой вот желтый цвет. Канатики, которые здесь видны, они носят по большому счету исключительно декоративный характер. Сейчас, по прошествии семи лет, стройку мы начали в 2009, я могу сказать, что если бы отмотать назад и еще раз вернуться к вопросу, из чего, из какого материала мы бы начали строить дом, я все-таки бы выбрал, наверное, клееный брус. Не потому, что рубленое бревно плохой материал, но основная проблема с рубленым бревном заключается в том, что мы не можем в доме найти прямых углов, и это означает, что возникают большие проблемы с окосячкой окон, например. Возникают большие проблемы с установкой плинтусов на пол. В итоге получается, что плинтуса мы не можем поставить на пол и придется эту проблему решать иными способами декоративными. Окосячка, каждое окно, в итоге нам приходилось искать индивидуальный путь решения проблем, как сделать красиво, и в то же время, чтобы это было правильно. Окна в этом доме деревянные, покрашены в цвет палисандр. Когда мы выбирали окна, встал вопрос, делать ли раскладку внутри окон с одной стороны, либо ее делать снаружи, так называемыми штапиками. Первый способ, он был дешевле, второй, безусловно, дороже. Плюс еще принимался во внимание тот факт, что если делать раскладку на окнах деревянными штапиками наружными, сразу возникает достаточно большая трудность с мытьем окон. В итоге мы остановились на внутренней раскладке, она достаточно широкая здесь, а косячка окон в данном доме, она требовала абсолютно индивидуального подхода к каждому окну, что обусловлено общей структурой и особенностью дома. В связи с этим приходилось для каждого окна выпиливать и подгонять этот материал, красить его вручную, подбирать цвет под цвет окон. Ну, в итоге мы с этим делом справились, и справились достаточно удачно. Поскольку в доме внешние двери, они абсолютно сделаны балконного типа, то входная дверь, можно сказать, что она находится внутри дома. Это классическая стальная дверь с двумя замками. И, опять же, для изостатических соображений была выбрана облицовка с двух сторон этой двери, шпонированная МДФ с вот таким вот затейливым рисунком и латунная фурнитура. Мы находимся на первом этаже в гостиной со вторым светом. Здесь у нас располагается столовая, далее идет кухня, спальня, санузел и кабинет. На втором этаже предусмотрен второй санузел и три комнаты. Проектом дома предусмотрено наличие камина в нем, но первоначально камин планировался в другом месте, и впоследствии стройке выяснилось, что это место абсолютно неудачное по причине того, что камин должен был находиться в месте, где свес крыши наименьший. Поскольку делать фундамент под полноценный камин было уже поздно, поэтому было принято решение на этом месте поставить израстовую печь с тем расчетом, чтобы труба, которая выходит из печи, она подходила на максимально близко к коньку дома. Кровля на доме сделана из мягкой черепицы, но в отличие от большинства владельцев, которые рассказывают о своих крышах на форуме, пирог, крыши мы делали не снизу вверх, а сверху вниз. То есть сначала мы покрыли дом крышей, а уже потом начали утеплять, пароизолировать, гидроизолировать и подшивать уже вчистую изнутри. Не могу сказать, что это хуже, чем классическое устройство пирога, пока проблем не было. Единственное, что не было сделано, это вентиляция крыши. Этот вопрос рассматривался на этапе устройства кровельного пирога, но строители меня убедили в том, что в деревянном доме как таковая специальная вентиляция не нужна. При устройстве стропильной системы строителями была допущена одна из грубейших ошибок в деревянном домостроении по непонятной мне причине, а именно вместо устройства скользящей системы стропил, они почему-то прибили стропила гвоздями к стенам. Это привело к тому, что при усадке дома по фронтонам дома пошли достаточно большие щели. Выправить это удалось до окончательной подшивки дома изнутри, тем, что пришлось искать те места, где стропилы были прибиты к стенам, и банально перерубать, подрубать те самые гвозди, которыми эти стропилы были прибиты. При утеплении дома были использованы два вида материалов. На первом этаже мы использовали каменную вату. Для утепления перекрытия второго этажа и крыши мы использовали конопляный утеплитель. К безусловным достоинствам этого конопляного утеплителя можно отнести, во-первых, стопроцентную экологичность, и во-вторых, вследствие того, что у него достаточно большая плотность, он служит не только как утеплитель, но и выполняет функцию шумоизолирования. Поскольку строительство начиналось давно, 7 лет назад, в 2009 году, то, наверное, по стоимости в рублях говорить бессмысленно, потому что с тех пор много чего изменилось. Если переводить в доллары по курсу на 2009 год, то, наверное, фундамент обошелся где-то в 30 тысяч долларов, и в 100 тысяч долларов обошелся с руб. Наверное, сейчас я понимаю, что это слишком дорого, слишком много, и наверняка кто-то скажет, что очень сильно переплачено. Возможно. Но что сделано, то и сделано. Сделано, тем не менее, вроде бы хорошо, поэтому я об этом не сожалею. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok